Баня больше, чем у соседа, баня круче, чем у соседа, баня красивее, чем у соседа. Вот и основная идея Ефремовских бань, это бани не как строение, а бани как процесс. В баню идут отдохнуть, в первую очередь, отключить голову. И первое, что я говорю людям, когда туда захожу, говорю, что, херат мне? Херат. Про эту баню мы будем рассказывать отдельно, полностью, от и до, от пола до потолка. Как она сделана, почему именно ее нужно приобрести и какие проблемы, главные проблемы для любого человека, который хочет купить баню, эта баня может решить. Друзья, здравствуйте. Последние минуты затишья, последнего дня на баня-фесте мы нашли возможность пообщаться с Владимиром Ефремовым, создателем легендарных бань. Владимир, приветствую. Здарова. Как настроение, как праздник? Отлично, два дня из порно не выхожу. Это супер просто, я не представляю, откуда силы в этом человеке берутся для того, чтобы два дня, два дня парить вот в этой бане. С чего начнем? Может быть, правда, с бани начнем? Ну, давай обзор бани сделаем. Это новинка этого года, правильно понимаю? Это вот вообще презентация только здесь, на баня-фесте. Что это такое? Это крупноузловая сборочная модель бани, которая приходит баня комплектом и крупноузловыми элементами собирается. Во-первых, перевозка занимает гораздо меньше места. Если эту баню нужно на фуру, и она занимает целиком фуру, то эту баню мы привезли на пятитонники. Она там разместилась, еще там куча наших вещей было. То есть, основная идея Ефремовских бань сохранена? Вот и основная идея Ефремовских бань – это бани не как строение, а баня как процесс. Люди просто очень сильно не понимают, что такое баня. И многие хотят баня больше, чем у соседа, баня круче, чем у соседа, баня красивее, чем у соседа. А баня – это не строение, баня – это процесс, процесс, начиная от растопки, парения и заканчивая уборкой даже в бане. Вот этот банный день, который хозяин бани проводит в бане – это вот все процесс. Здесь все учтено? Относительно процесса здесь все прям учтено. Как строение, оно может кому-то не нравиться. Я вчера читал комментарии, у нас обзор этой бани вышел. Кто-то пишет курятник, кто-то пишет какой-то садовый домик, кто-то пишет сарайка. Во-первых, они не пробовали, а во-вторых, мое мнение, что они не понимают банного процесса. Какой банный процесс должен проходить в бане для того, чтобы восстановить свою семью. Баня, она в первую очередь для чего нужна? По крайней мере сейчас, в современном обществе. Мало кто в баню ходит помыться. Вот он измарался и пошел в баню мыться. В баню идут отдохнуть, в первую очередь, отключить голову. Там даже процесс мойки сейчас в бане, это процесс отдыха. Можно же в душ зайти, в душ и спокойно помыться. Это займет гораздо меньше времени. А в баню сел такой и шоркаешься сам себе просто в кайф, в теплом воздухе. Вот чтобы вот это вот сделать, это тоже банный процесс. Здесь баня рассчитана на какого потребителя? На семью. У меня дома баня, вот моя, в которой я постоянно видео снимаю, она размером 3х6. И там нету отдельной мойки. Там парное помещение, предбанник. И многие говорят, мне нужна мойка. Мне жена говорила, женщины, как правило, говорят, нужна мойка, нужна мойка, нужна мойка. Я у себя в одной из бань тогда сделал мойку, вот хоть бы раз мы ей воспользовались. Вообще ни разу. Я думаю, что она бы ей, скорее всего, воспользовалась, если бы я туда поставил душ. Так в душ можно и домой сходить. Просто женщины любят, особенно волосы, промывать под проточной водой. Но это можно, в принципе, и дома сделать. Ну, не хочешь, мы делаем комплектацию с душем. Но для меня это уже лишнее, кому-то это полезно. Здесь баня на два помещения. Комната отдыха, чтобы можно было с семьей... Вот мы дома как идем? С детьми идем в баню все вместе. У меня дочка посидела, погрелась, меня попарила, я ее маленько попарил. Все, я детей беру, увожу домой, они дома, а мы с женой паримся. Вот этот узкий семейный круг, вот эта баня вот для такого узкого семейного круга. Чтобы прийти с семьей отдохнуть, погреться, посидеть, попариться и пойти домой. Слушай, ну таким помещением, одним помещением решаешь сразу две проблемы. Во-первых, у жены появилась большая мойка, да, как ей нужно. А у тебя появилась, ну, просторная, комфортная парилка, да. И ты не ущемляешь себя, не делаешь вот на небольшой площади бани, да, ну, относительно небольшой, ты не делаешь там маленькую кабиночку для печки, для парной, которая будет, наверное, постоянно перегреваться и нужно будет сложнее работать. Я, знаешь, чему всегда удивляюсь, когда люди поставят баню 6 на 6, а парную сделают 2 на 2. Ты же делаешь баню ради парного помещения, а выделяешь на все, на остальное гораздо больше места, нежели на парное помещение. Вот если планируете баню, начинайте ее планировать от парного помещения, а все, что останется на все остальное, не от комнаты отдыха, а то сделают охрененную комнату отдыха, где будет сидеть толпа друзей, а парное помещение вот так вот, где зашли и постояли. Ну, слушай, да, видимо, у всех разные предпочтения, кому-то нужна столовая, да. Я говорю про свою баню, ту баню, которая у меня в голове, к которой я иду. Мы, кстати, с тобой перешли на философию больше бани. В общем, по конструкции бани, самый тяжелый элемент у этой бани весит 200 килограмм, это два блока пола. 200 килограмм из этого веса исходили, что 4 человека на стропах взяли и могут ее перенести в любое место, потому что если эту баню можно поставить только там, где подъедет кран, эту баню 4 человека взяли, самый большой вес 200 килограмм перенесли, уложили, дальше самые тяжелые элементы, которые поднимаются, это 60 килограмм элемент кровли. Кровля состоит из 4 блоков, утепленная, на ней нету только профнастила. Уже сразу же с обрешеткой 4 блока поставили, стянули, уложили профнастил. Плюс еще одно удобство, в самый дальний уголок своего участка, даже в лесок какой-то, можно ее спрятать. Между деревьями. Да. Смотрите, эта баня есть в двух вариантах. Как я говорю, со мной может опять кто-то не согласится, эта баня есть вот такая вот однослойная, вот такая однослойная. Я говорю, что это сезонный вариант, это весна, лето, осень. Ее зимой можно натопить, не вопрос, может быть чуть больше времени потребуется, но у меня у самого такая баня стояла в течение года, ее можно натопить. Такая баня у нас испытывается уже 3 года. Если помните, мы ее поставили, топили в ней 2000 часов печку грильде, а потом ее выиграл мальчик с Ярославля, и в Ярославле она стоит уже 2 года. Отлично себя чувствует. Ярослав где-то здесь ходит, вообще великолепно себя баня чувствует. Видео скоро на канале выйдет, я туда ездил. Либо кто хочет, чтобы она быстрее прогревалась, можно сделать утепленный вариант. Получается, вот на этот брус монтируется конопляный утеплитель. Курить его нельзя, но греться с ним можно. Слушай, дорогая штука, наверное. Трубка мира. Стоимость у него 10 тысяч куб. Если обычный утеплитель стоит порядка 3000 куб, конопляный, вот он на 97% состоит из конопли. Он не колется, он мягкий, на нем можно вообще после бани даже полежать, отдохнуть. Как базальт, он не колется. 5 сантиметров утеплителя сделали, дальше фольга, вензазор, и обязательно массив дерева изнутри парного помещения. Для меня один из моментов, который обязательно должен быть в бане, это массив дерева на стенах внутри. Любая баня. В любой бане обязательно должен быть массив дерева внутри, чтобы он набирал влагу, отдавал влагу, чтобы он аккумулировал тепло. Я не боюсь, так как здесь совмещенная парная с мойкой, я не боюсь настишь все открыть. У меня настишь все проветрится, и я спокойно стою там, моюсь. Там температура, допустим, воздуха, температура порядка 40 градусов, и я спокойно сижу, плескаюсь, моюсь. Ну, как я только закрою окошки, у меня тепло от стен, оно набрало тепло. Оно раз со всех сторон обратно вернулось, и я парное помещение могу обратно вернуть в режим буквально за 3 минуты. Только мне стоит все закрыть, поддать пару, и я через 3 минуты уже буду парить. Вот так вот, друзья, небольшая баня, но столько возможностей. А давайте внутрь пойдем посмотрим. Пошли вовнутрь. Там ребята, наверное, парятся, но мы к ним заглянем. По-моему, только что вышли. Ну, внутри баня абсолютно, наверное, совершенно обычная, не отличается от любых других бань. То есть чистовая отделка уже сразу, да, из коробки, как говорится. Размеры, могу немного в сантиметрах ошибаться, голова не очень работает, 2 дня парил. 2,30 на 2,60, чтобы прям вот так вот семья могла спокойно рассесться, где-то место под дрова было. Ну, вот, я как бы, семейная баня, чтобы вот семья пришла, посидела, попила чайку и пошли париться. Слушай, 2,60, по-моему, вот здесь вот в высоте конька. Это сразу же идет пирог утепленный. Если стены есть возможность утеплить, то пол здесь сразу же утепленный, потолок здесь сразу же утепленный. Стены в дальнейшем человек может утеплить. Мы просто делали сразу же, чтобы человек не заморачивался, чтобы там было сразу же тепло. Хотя в первой бане, которая у Рослава, там просто шпунтовка на полу. Ничего больше нету. Здесь сделано абсолютно точно так же, как в Ефремовской бане. Там 100 миллиметров утеплителя, пленки, шпунтовка. Там мембрана технониколевская. И трапики пола, которые также можно вынести и помыть. Помещения вот эти вот абсолютно одинаковые. Что это помещение, что это помещение. Они прям идентичны по размеру. И у меня были переживания за счет высокого потолка. Из-за чего были опасения, что слишком высоко уйдет паровой пирог. И мне нужно будет очень много махать, руки поднимать, что мне это будет тяжело. Вы пошли? Эдя, заходи. Тут пара. Метр 90 человека лодится идеально. Ничего не мешает. Можно прям показать. Будет сейчас. Укладная самополучка. Смотрите, ребят, вот эта баня выглядит меньше снаружи, чем она фактически есть на самом деле. То есть среди всех бань, которые здесь представлены на площадке, это, наверное, одна из самых компактных. Ну, я не ходил, если честно. Ну, тем не менее, если посмотреть, то внешне кажется, что-то такое аккуратное, небольшое стоит. Сюда заходишь, елки-палки, самая полноценная, полнофункциональная баня. Зайди туда. Ну, тут, не знаю, бегать можно. Отвлекать человека не будем, просто если отвлекать его, это воровать баню. Он пришел в баню попробовать, а мы у него воровать будем, пускай отдохнет. Здесь будет установлено либо Услада, либо Искандер. Этот вариант с Усладой Керама отрабатывает вообще на ура. Даже в часы открытого времени, когда сюда заходят люди, я вчера запускал по 6 человек и парил их. Ну, парил по 2-3 человека, они заходят минут на 10, выходят следующие 6, выходят следующие 6. Я даже в этом режиме ее не заглушил. Она вообще не просела. И первое, что я говорю людям, когда туда захожу, я говорю, что, херакнем? Херакнем. А выстреливает вообще прям таким выстрелом. Прям классно. И обрати внимание на дверку. Ее не протирали. Стекло, ну, вот чуть-чуть оно подкоптилось. Но мы топим вперемешку. У нас здесь и сосна есть, и липа есть, и лиственница есть. Вот чуть-чуть есть подкопчение. А так отрабатывает вообще прямо на ура. И, кстати, я в комментариях видел у людей на моем канале, что не сделали допуски на отступ от топочного канала до дерева. Я немножко объясню, как вот это вот место сделано. На краю дерева базальтовый картон. На базальтовом картоне минерит. После минерита 10 сантиметров коалиновой ваты. Мы ее топим в режиме нон-стопа. Никакого ни подымления, ничего не было. Мы сейчас посмотрим, как этот узел будет работать. Возможно, мы его изменим. Но мы сейчас разберем и посмотрим, а что там внутри происходит. Потому что она не остывает 3 дня. Допустимо топить в топливном канале. Я правильно понимаю? Да, да, да. То есть печь нужна компактная для этой бани. И поэтому вот недавно производители вернулись к этой теме, что уменьшают конструкцию, общую конструкцию печи, разрешая топить в топливном канале. И вот в данный момент используется подобная печь. Она полностью шамотирована внутри. Тем более. Владимир, основная боль каждого человека, который планирует поставить в себя баню на участке, какую баню выбрать? Какая ему баня нужна? Эту баню нужно строить. Основная боль это то, что человек еще не понял своих болей, которые у него будут в дальнейшем. Первая боль это когда я озвучиваю цену на баню. Люди говорят, сколько? Так я сруб куплю за 100 тысяч, печку туда за полтинник поставлю, на крышу еще 30 тысяч на профнастил у меня уйдет и все. В корне неправильно. Вот у этой бани 136 наименований номенклатуры, которые здесь есть. Банька маленькая, 136 наименований номенклатуры. Баня стоит 590 тысяч, но я даже по секрету могу сказать, в этой бане материала в закупе, в моем, на 310 тысяч. Вот так. Это чисто закуп материала 310 тысяч. Баня стоит 590. Самый, конечно, ценный ресурс у человека, который он имеет, это, ну кроме здоровья, время, да? Время. А баню невозможно еще построить быстро. Вот многие говорят, я из сруба поставлю, из сруба баню строить, как минимум 2 года, лучше 3 года. И вы только через 3 года пойдете в баню. Через месяц у меня день рождения, где будем справлять на даче? А что, есть на даче банька? Нет, нету. А, так давай и шпун. И все, и день рождения пошли справлять. Слушайте, ну вот за эти деньги, вот в плане именно готового решения, я считаю, что это, пожалуй, самый лучший вариант сейчас на рынке. Спасибо. У меня такое мнение. Владимир, рад был нашей встрече. Я думаю, что наши зрители обязательно поддержат нас в комментариях, напишут свое мнение о том, что они сегодня увидели, зададут свои вопросы, ну и мы попробуем донести до них их. Пишите, Искандер или Усладу. Ага. Мы думаем еще. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, заглядывайте в социальные сети, ну и ждем на канале. Пока. Спасибо.